всех приветствую с вами я ваш веган христолюб мы с вами сегодня поговорим о такой теме как враг моего врага я на значке как видите такое сделал название ролик назвал кто не против вас тот за вас это слова иисуса дошедшие нас через евангелие ну или кто мой сработник такая у меня рабочее название к видео я во первых у меня такой подобный ролик был но это вырезка чисто нарезка кто знает у меня есть канал избранная тут две минуты и я вот так и назвал враг моего врага не мой друг там была близкая тема и там всего это две минутки вырезаны кому интересно тоже найдите я вот долго пытался подобрать какой-то значок видео который вы видите на заднем фоне у меня и вот ну тут просто все религиозное да и вообще я против таких иллюстраций в том плане кто знает есть такое понятие как у них экуменизм да и просто эти иллюстрации не совсем отражают смысл того что хочу сказать и кто знает я как проповедник истины всегда говорю о том что вот эти все знаете глупости тоже я сам ты естественно проповедую любовь понимать что все мы в мире должны быть едины но это не относится к той чуши знаете когда говорят что бог один у всех давайте все не будем там в религиях ковыряться чё да как бог-то один да и действительно так из и и истина которая просто есть она одна но все религии я всем всем говорю показываю публично зачитывая даже саммите писания кто знает весь отдельный канал христолюк чтение библии иных писаний я там показываю до общей фразы могут быть очень похожи у всех да все праведники будет в раю а все грешники в аду а потом начинаешь что такое понятие праведности ты в этой религии оказывается убей вот врага пожалуйста ты в рай попадаешь по любой псевдо христианской секте православия католицизм протестантизме в аудаизме в исламе самый я всегда называю известные мировые религии да вот вам пожалуйста да все говорят сначала ты считаешь и как бы можно взяться за руки на фоне этой такой знаете общей ни о чем не говорящей фразе так скажем если ее не развивать а узнаешь что называется добром ты кто такой праведник в этой религии или грешник и пожалуйста оказывается сжечь еретика на костре это праведность да во всех этих сектах вот а понимаю что в глазах бога истина это никакая неправедность а сам настоящая дья дьявольность да и вот прям уже буквально перед записью ролик у меня даже не значка не было я обычно стараюсь показывать тот максимум что я нашел как-то иллюстрацию отражающую того что чем я сегодня хочу поговорить тут такая планетка мир и в свете сегодняшних событий очень так актуально да и тут вот пусть это мальчик девочка по разные стороны я хочу мысль донести да и вот этот глобус который здесь я хочу чтобы он ваших глазах был как истина да как бог хотите солнышко тут прям планетам вот эта мысль у меня было и поговорить я хочу я уже тогда еще на канале тоже это закрою я когда вот год назад были все эти события в россии с навальным да я тогда записал несколько роликов и и о навальном и тогда всех был ролик где в кучу собрал там и у нас со схей игуменом так называемым сергием в православии были там свои перипетии да я вот тогда обо всем этом постарался поговорить и записал несколько сопутствующих роликов и любовь по закону ну как бы с политикой так связано любители любящих любить политиков я так и назвал не буду вам все эти значки и показывать все это долго вот я так конечно стараюсь немножко роликом подготовиться но не честно не особо да прямо чтобы я их потом не монтирую чтобы там картинками сопровождать так в начале что подготавливаю и вот сейчас в связи с событиями которые происходят 4 марта 2022 года уже больше недели россия воюет с народом украина убивает их до убивать своих солдат так называемых да вот разжигает топку гражданской войны на территории россии кровавый бой не на самом деле да и вот я записываю сейчас эти ролики ну соответствующие реалиям печальным реалиям жизни этот ролик сегодня будет опять к этому вы знаете к этой же теме но не прямо врагах а вот враг моего врага да или кто мы сработник или кто не против тебя тот за тебя это фраза иисуса мы сейчас я вам зачитаю кусочек из евангелия не не то что потом мы прям будем там смаковать каждое слово я уже своими фразами применяя к сегодняшней жизни донесу вам мысль христа давайте мы в принципе прочитаем а потом я продолжу говорить отрывочек такой немаленький и он немножко вырван из контекста там есть более еще можно затронуть но этого достаточно кто хочет может познакомиться больше евангелие от марка 10 глава мы прочитаем с 38 по 50 стих и при этом и она и он то есть при этом причем то при этом но можете познакомиться что там было побольше с контекстом я ни в коем случае даже за это наоборот и против этого при этом и он сказал учитель иисус мы видели человека который именем твоим изгоняет бесов они ходят за нами запрети и и мы запретили ему потому что не ходят за нами иисус сказал ему в ответ не запрещайте ему ибо никто сотворившие чудо ну то есть доброе дело в данном случае конкретно было изгнание беса задержимого человека ибо никто именем моим и ибо никто сотворивший чудо именем моим доброе дело не может вскоре злословить меня ибо кто не против вас тот за вас вот отсюда я взял для названия видео кто не против вас тот за вас и кто напоит вас чашу воды во имя мое потому что вы христовы истинно говорю вам не потеряет награда своей а кто соблазнит одного из малых всех верующих меня тому лучше было бы если бы вы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море во первых сейчас сразу вам дам такой ключик всегда если вы хотите понять евангелие особенно где сам иисус говорит или авторы евангелия об иисусе его речь передают если вы хотите познать не по плоти евангелия по духу всегда место иисуса подставляйте слово истина любовь свобода вечная жизнь и вы многие вещи вам просто откроются только потому что вы сделаете это то есть даже здесь очень легко все понимается слова речи иисуса когда вы просто это делаете а кто соблазнит одного из малых всех верующих в истину в любовь в свободу вечную жизнь понятно да во все доброе во все светлое все что является истиной тому лучше было если ему повесили жерновный камень на шею бросили в море если соблазняет тебя рука твоя очень часто вырывает этот как только не коверку то эти слова иисуса христа что-то какую дурь только в них не вкладывают как вы видите здесь это идет иисуса все время реальный язык пересекается с приточным символом здесь то же самое сейчас иисус когда будет говорить о якобы человеке который должен отсечь себе руку ногу язык речь конечно как вы поняли идет о людях о людях кто такая рука мой язык вообще образ церкви христова это образ человека образ тела павел так и называл его и тело христово а по порознь все каждый из вас его члены именно павел ату это ты понял вот может сказать хоть и не слышал явно но речи иисуса христа но именно там такая у него здесь иисус горит о том же сам и так как никакой церкви христова не существовало речь идет о всех нас люди в принципе все мы на планете одно тело тело божье тело христово кто исповедует что иисус есть бог сотворивший все конечно же здесь о правой руке ноге глазе языке подразумевается любой человек вплоть даже до вашего родственника и так далее я наперед вам немножко подсказываю да если соблазняет тебя рука твоя отсеки ее лучше тебе увеченному войти в жизнь нежели с двумя руками ти в гиену в огонь неугасимый где червь их не умирает огонь не угасает если нога твоя соблазняет тебя отсеки ее лучше тебе войти в жизнь хромому нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену и огонь неугасимый где червь их не умирает огонь не угасает если глаз твой соблазняет тебя вырви лучше тебе с одним глазом войти в царство божье небыль с двумя глаз нежели с двумя глазами быть вверженному где иену огненную, где червь их не умирает, огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Заметьте еще эту фразу, конечно, известная, может быть, многим. Но если соль не солона будет, то есть потеряет силу, есть подобное место в других Евангелиях, мы сегодня больше не будем с вами зачитывать. Чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Почему я говорю, это картиночка, в принципе, иллюстрация про этот мир достаточно, так скажем, актуальна. Мир между собой имейте. Все-таки, мне кажется, удалось мне значок к этому видео говорящий подобрать. Поводом для сегодняшнего разговора, вот я июю все эти события, сейчас я выпускаю ролики близкие, и вот вчера у нас ужесточаются репрессии в России в связи с этой агрессией, войной, которую Россия, российские власти при поддержке основной массы населения развязала на территории Украины. У нас усиливаются и закрыли, временно приостановила работу сама владелица, основательница канала «Дождь» и выпустила фильм под конец. Ну, они его хотели в прокате показать, но вчера показали бесплатно для всех, потому что прокат им запретили, и они его на Ютубе просто выложили. Факт за из жоп. Ну, по-простому сказать, чтобы не ругаться, пошла эта работа, да. К черту такую работу, ну, или можно грубее, конечно, сказать, да, по-русски. Канал вчера приостановил свою работу, у нас все закрывается, полная репрессия, у нас вводятся новые статьи закона уголовного за все, что ты будешь топить за добро, тебе будут выписывать огромные штрафы, сажать тебя за решетку, вот, и все прочее. Вчера я посмотрел этот фильм, конечно, у меня такие средние впечатления, на днях я посмотрел, была дата убийства Немцова, очередная, да, 27-го, по-моему, февраля, да, тоже фильм очередной вышел в его память. Я о чем сегодня вообще хочу поговорить, да, уже десятая минута, я, наверное, толком-то тему не озвучил. Я тогда говорил, знаете, вот год назад еще, когда я там топил, так скажем, за то, чтобы люди не остались в стороне, когда Навального отравили, пытались отравить, потом убить через отравление, потом посадили за решетку, когда он вернулся в Россию, умудрившись выжить, да, то, кто знает, я за это все топил, потому что понимаю, где добро, где зло, и что, несмотря на то, что у меня нет никаких иллюзий по поводу человечества, я тогда пытался практически тщетно явить опять ту истину в деле, какая, по сути, в каждом человеке находится, и которой на словах и делах явил нам Бог, любовь явишься во плоти, Иисус Христос. Вот я тогда, во-первых, попытался показать свою личную, прежде всего, любовь к тому, кто прямо ее проявляет, да, несмотря на то, что Навальный, понятно, не святой, совсем не святой, у меня к нему, как скажем, куча претензий, как проповедника истины, да, как человека, живущего, да, определенной жизнью, да, в любви ко всему, и не творение зла никому, но при этом, когда человек страдает, я всегда говорил, не важно, кто он сегодня, да, ты проявляешь к нему любовь, вот, это очень важно понимать всегда, да, я тогда показал с очередным примером это показать. Сейчас то же самое происходит, когда, да, российские власти со своими головорезами вторглись на территорию Украины и убивают там людей, неважно, таких же военных или мирных жителей, это абсолютно не имеет никакого значения, их туда никто не приглашал, вот, то, конечно же, вот опять я деятельно проявляю свою любовь, пытаясь как-то остановить эту войну, прямо обличая тех, кто ее развязал, вот, ну, и защищая тех, несмотря тоже, что, как я говорю, Украина не святая, и люди там, и там такой же, вот, им есть и национализм, якобы, из-за которого там Путин решил, да, уничтожать население Украины, но при этом он же не массово еще поразил Украину, так скажем, как уже поразил Россию, как раз, которая, да, со съевших головой решила вот именно якобы национализм душить, фашизм, который сама на самом деле стала, но, как сам Путин выражался, да, что на других смотрим и в себя не видим, но вот он как раз себя со стороны не видит, он и является этим самым настоящим фашистом, вот, Путлер Капутом его уже прямо называют, ну, я его так точнее стал называть, не знаю, разойдется этот мем или нет, вот, но этот мем отражает реальность, печальную реальность современной истории, вот, и я хочу сегодня такие вот вопросы затронуть, ну, вот первое, что, об этом я уже много говорил, и сегодня даже не столько к этому, да, это я вот сейчас вкратце и сказал, о том, что несмотря как бы ты к человеку не относился, если это даже уж твой личный враг, да, ты к нему так относишься, а если человек тебе еще и не враг прямой, то действительно, несмотря на все его какие-то личные недостатки, пусть он даже зло против кого-то творит, но если сегодня он нуждается в защите, да, в любви, так скажем, ты эту любовь проявляешь, да, Иисус говорил, любите врагов ваши, благотворите, благословляйте, молитесь, Павел говорил, что враг твой голоден, напои его, жаждет, голоден, накорми, жаждет, напои, нуждается в одежде, одень, да, вот, это все очень важно понимать, но сегодня, конечно, вопрос уже не о самом отношении к нашим врагам, а вот, вот, вы сколько меня уже кто давно знает, кто нет, конечно, впервые будет смотреть, я сейчас буду об этом говорить, вы всегда видели, что я никогда не брезгую делиться чужим контентом, чужими постами, там, как угодно, мыслями, у меня нету, знаете, вот этого, что я вот тут, если даже человек в чем-то не прав, я тут один святоша, и даже если у него есть хорошие мысли, но так как вот он в другом в чем-то мыслит, иначе я не буду с ним никак, да, даже соприкасаться, да, вот это очень важно, я не просто так мы с вами уже прочитал вам вот это место из Евангелия, вот, вследствие моих разговоров, я, в принципе, вам помогу, конечно, все эти аналогии провести, но вы сами еще раз вдумайтесь в Христово эти слова, очень глубокие, причем там, как мы видим, это были не просто слова, а поводом для них явился реальный эпизод, когда некий человек, не ходя за Христом, да, не будучи вроде как его прямым там учеником, да, не ходя с Иисусом, но вот прослышал, что вот можно именем Христа людей освобождать от бесов, да, и стал это делать, и вот некий Иоанн, там ученик Иисуса, и как, видимо, там не один был, запретили этому человеку, сказали, что ты этого не должен делать, хотя человек делал доброе дело, да, вот, от чистого сердца, как мы понимаем, да, Иисус сказал, что не запрещайте ему, неважно, что он ходит с нами, не ходит, да, потому что этот человек, который это делает, не будет тут же меня проклинать, я говорю, опять подставьте меня под Иисус, то есть истину, любовь, то есть он и делает, своим добрым делом, тогда светит ваши добрые дела, чтобы они видели их, прославляли Отца вашего небесного, да, тогда светит свет ваш предвиди, чтобы они видели ваши добрые дела, то есть Иисус в одном предложении сразу дает аналогию и символизм, и прямые речи, да, то есть делайте добрые дела, чтобы люди их видели и понимали, что Бог есть любовь, и прославляли Отца небесного, да, там такой смысл, Иисус об этом тоже говорил, это место идеально сюда прилипает, из нагорной проповеди здесь то же самое то есть человек творящий добро он уже есть посланник добра евангелист если хотите пусть он там не топит за иисуса если человек то топит сам живет пусть не во всей полноте святости частичной какой-то да и что-то делает добра так не запрещайте ему это первое а более того наоборот тут иисус может такого этого прям не сказал хотя в принципе сказал кто не за не против вас тот за вас вот поэтому кто видел у меня вот нет этих предубеждений я веган но при этом христианин да и спокойно делюсь всеми веганскими постами речами лекциями проповедями великих или малых веганов и руки там ребята соцсетей или действительно известных проповедников у меня нет с этим они могут быть атеистами они могут быть даже хулителями христианство может в личном там понимании то псевдо христианство и православие китайцы за протестантизма но при этом это идеальные войны и веганство там да они там я сам у них многому чему-то научился в плане там как проповедовать что говорить на все эти там оправдания труппожоров убийцы животных отвечать да вот и поэтому я это делаю с удовольствием и так как он топит за веганство неважно что он может не признавать там вечную жизнь бессмертие воскресенье мертвых если хотите да вот но он топит за любовь к животным я вот с ним да то есть он топит за любовь к животным я топлю то есть у нас мир да да будет мир между вами то есть я не то что он там запрещать я считаю себя тоже продвигать в том числе вот это очень важно именно поэтому я все это как бы показываю да возьмите политику то же самое слушайте возьмите там я сейчас буду вам все я знаю дайте так перечислил просто может кого-то забуду но кто-то видит возьмите ну мир веганство тут немножко попроще но тоже да все знают что всегда даже по трудам там и до винтерса землянина целый плейлист записал по его образу и подобию пользуюсь его книгой до гэрю ровский до всегда это из известных там каких-нибудь проповедников естественно фильмы документальные тоже люди ну естественно все эти посты и фразы и все что любые там контент который производит какие-нибудь веганские группы сообщества естественно все это поддерживаю песни круг клипы группы какие-то да то есть вот вам пожалуйста возьмите мир так называемой политики до да илья яшин ходорковский там вся команда навального когда-то навальный до телеканал дождь новая газета не взорова возьмите вот сейчас о нем хочу тоже сказать вот не взоров пожалуйста там ненавидит христианство всех попов всех религий до ему дела никакого не до вечной жизни до бессмертия ночью конечно как он выражается его образ жизни тоже на езда в троллинга ям много чего в нем не поддерживаю да вот но опять же в нем есть и и прекрасные качества до вегетарианец там не знаю как он там с веганством насколько тоже вегетарианство большая ксен называет его может быть полу веганом каким-нибудь короче все тяжело ладно вот топит он за свободу всегда в любом случае до обличает многие вещи вот эти да делает это правильно да и несмотря на то что я сам христианин уж как он многие вещи он плести с обличать псевдо христианство почему вот я вот слушаю когда он там на псевдо христиан наезжая меня ничего даже не тер меня даже вот именно я сам я даже репостил его вещи где он там на про булка бога как это я про так выражаясь но упрать причастие он там горел то что он говорит абсолютно правду который я и так сам говорил да несмотря где-то в других вещах перегибать палку но здесь он прав и я спокойно делюсь этой информацией да вот и вот возьмите всех вот этих вот вчера это фильма про дождь про наталью синдееву до посмотрел я его конечно знаете одно дело красивая картинка всего этого дождя другое дело что за ним стоит да за ней сейчас глубоко не буду вдаваться я говорю я не хочу всех у меня нет никаких иллюзий а там наталья синдееве я был еды яшинях а ходорковском а чичварки не нашим русским предпринимателем тоже ведь сейчас будет мушка вот в походу вспоминать вот я как они своих денег там добились да что они делают и так далее вот но вы знаете я вам скажу что всех этих людей вот кто видит я врута да я пытался и донести что их объединяет да у каждого какие-то свои косяки игры они там далеки многие совершенства от идеала вы знаете вот несмотря на все всех этих людей по крайней мере я я в них вижу божью искру которую реально раздуть про иисус иисус сам себе тоже говорилось такие фразы очень всегда мне в голову засевшую что он тот кто и на дымящегося не угасит и трости надломленные не переломит не доломает да вот это очень важные вещи в жизни понимание да то есть если да бывает вот сейчас мы с вами в концовке обязательно поговорим о тех вещах которые сейчас мы с вами прочитали суставство наоборот кого-то надо отодвинуть да так вот но тут речь немножко не о том я говорю я приводя цитаты эти влагаю в них по сути тот смысл который влагал иисус хотя иногда мы можем просто и и папа под свой контекст подвести вот и конечно же я просто вижу в них это да кац забыл да каком еще кто сейчас из известных таких каких-то вот дело не только в политике они за многое добро чут добра делают там и добрые дела и многих там и благотворительные фонды есть и в личном они мог чем-то поделиться там да то есть и к людям своим там с работе командам относится по-человечию да да они не идеальны да они многие они понятно обо всех кого и перечислил еще кого не перечислил я прекрасно понимаю что они не познали истину я говорю есть за ними даже достаточно крупные косяки закон какие-то вот но вы знаете в отличие от людей уже конченных так я их обзову до которые вообще просто которых поглотила тьма они просто идут во всю во все тяжкие то знаете в этих людях и знаете вот про сендееву просто вчера пока яркий пример да и про немцова вот буквально недавно тем более когда жизнь человека показана от начала там плоть от детства да я тоже был не святой я тоже был грешником павел об этом в этом контексте и писал да я первый из грешников но я обратился вот конечно покажи мою жизнь и тоже можно тыкнуть мне а да вон какой там был да я об этом даже тоже уже потом как-то конкретно ролик записал можете найти его на моем канале синдром грешника я его назвал да вот чтобы никто и никогда не болел неважно кем ты был вчера главное кто-то сегодня вот забудьте о том в том плане в хорошем никогда вот это не смущайтесь когда вам будет тыкать да что кто-то такой чтобы там проповедовать обличать ты и проповедуешь и обличаешь и на кому-то это все говоришь то потому что ты вчера как раз был такой и знаешь ты такой а сегодня ты изменился и значит может измениться по сути обязан изменивс каждый человек для всеобщего блага бытия людей на земле да и вот поэтому и у меня никаких иллюзий нету знаете когда мне там я помню про навального там я когда начался это и пытался его вытащить чтобы мои люди совсем здесь чтобы не происходило то чего стало происходить через год когда у путина совсем крышняк сорвало вот и общество и общество в том числе да на котором он восседает как блудница на драконе именно поэтому я тогда и пытался все это тоже хоть знаете какая-то какой-то баланс да чтобы у нас существовал зла и мне тоже как под каждым постом давай там его фотки как он там на охоте я все знаю я все знаю знаете я не сомневаюсь что если сейчас будет там революция путина и его там опага будет свергнута выпустит навального навальный вполне может стать президентом при его популярности также есть и национальный сеть он также гордится россии да но если он завтра станет президентом и хотя бы еще сколько-то десятков лет поживем опять более-менее в нормальном состоянии но я не говорю про то что как мы сейчас будем из того дна выбираться в которые свалились благодаря путина но не суть важно да то есть все сми опять подкрываются мы хоть вздохнем особенно светлые люди хоть как-то вздохнут да у него там своих косяков у нее такой же национализм присутствует который если у него не туда пойдет навальный через 10 лет может стать таким же по через 20 через 30 вторым путиным до третьим гитлером и так далее это все естественно может быть но я об этом вам тоже много раз говорил бог это нам явно показал еще при всемирном потопе что если всех душить в зародыше да и даже после их грехов это ничего не дает бог мир придумал таким что эта земля это поле битвы испытания хотите школа жизни адская школа жизни в котором познаем все ужасы зла и все радости радости от добра да то будет все разделение еще будет все каждый будет пожинать свои плоды да вот в этой жизни какого-то участия ожидать не стоит но и при этом мы не можем здесь иисус преческок рассказывал да помните про пшеницу плевела на поле посеянным и господь запретил выдирать плевела дожатого да это очень важно понимать вот поэтому знаете тогда всех можно издушить в зародыше да еще тогда путина надо было еще в детстве не дать ему жить сталину муссолини гитлеру и ленину и всем на свете да и любому злодею какой маньяку насильнику вот так что это жизнь здесь каждый проявляет здесь каждый являет тем кем он хочет быть вот эта школа жизни это важно понимать да вот я по поводу поэтому я говорю как бы вы кому не относились вот такие вещи важно понимать это не знает что если ты делишься с какими-то роликами мыслями человека что я говорю когда меня там укоряли и слушайте если у меня возможность когда навальный выйдет будет ему лично причем не лет там сообщениях которые миллионами комментарии под роликами все равно кто не читает и ему за свидетельствовать истину и про национализм его и про веганство что вы зная меня что такой как я не скажет ему конечно скажу буду проповедовать и более того когда он все это там отвернет скажет отойди от меня сатана как очень любят делать да вот то понятно я ему руку там как рукопожатыми мы не будем да мы не будем обниматься и так далее вот возможно даже узнает что я за него точно так же топил при этом да вот но все равно он скажет нет но с твоим веганством иди от меня подальше или вот я все равно считаю что русские молодцы и так далее да надо эту день победы праздновать стариков там этих почитать нет и конечно я буду говорить что все блеотина которая доведет вам до чего довела да и в общем то потом когда он превратится в полную тьму конечно я даже не чем будет поделиться там или его команда да который начнет топить опять тоже за какой патриотизм там да вот конечно же то есть вы поймите это жизнь такая вот иисус прямо показал этими фразами и вокруг него ходили ученики далеко не идеальные но они хоть как-то стремились и сердце их было расположено к добру они казалось бы иисус их посылает идите там больных исцелять помните когда избрал их мертвых воскрешайте бесноватых освобождайте от бесов проповедуйте любовь в царство небесное они чем занимаются да они вроде делают но буквально до несколько дней до его ареста когда их там в какой-то город решили не пустить как бродячих бомжей проповедников и он тут же с аквам сказали иисус что сейчас они тут помолятся и огонь с небес весь этот город уничтожит да но они ходили с иисусом он их не отталкивал потому что все равно они в оконцовке услышали он не знаете какого вы духа и запретил написанным делать это да вот могли они это или нет пусть останется в истории ну понятно ничего не могли много о себе помышляли вот тот огонь который мог бы не звести был как раз иисус да поэтому ничего у них не получилось но факт остается фактом да вот и они ходили с ним потому что хоть как-то ко свету стремились да все равно в них были эти добрые посылы да то же самое его иуда вор и так далее про иуду у меня есть отдельные ролики на этом же канале в любовь к врагам плависти найдете два ролика при чтении евангелия поцелуй иуды всем рекомендую посмотреть нас на нас на то что его клеймят там вором и негодяем он бы не ходил просто так с иисусом если бы в нем не было ничего совсем святого да и доброго вот любви к тому же самому иисусу и к людям вот в нем конечно говна было полно но не было то планка которая не переходила здесь вот и очень важно такие моменты я об этом просто говорил поэтому на этом примере я и хотел вам показать просто чтобы вы точно так же относились да вот это как из-за меня тоже вот я все сколько говорю все время я вот за веганами наблюдают их ко мне отношения как я говорил раз мне в комментарии написали что ты будешь всегда чужой среди своих так скажем они же вроде мои папа веганство но я среди них чужой они мне никогда не примут свою ставь то что какой-то религиозник за любовь топлю за вечную жизнь и мы все это не надо да и они им достаточно любви к животным все любви там к врагам даже к ближним правильно наоборот любви к ближним что надо ближних обличать ближним проповедовать и наоборот любить врагов казалось бы там дату для них все чужой я всегда для них буду вот я заметил они тоже не роликами не делятся ничего общаться не хотят точно так же да как-то вместе бы эти вот сколько от меня отворачивались каких-то случаев не было кто знает я так периодически рассказываю с одной неделю общаемся потом она узнает что я людям помогаю не веганам многодетным там собираю деньги перевожу все заблокировал общаться перестал со мной я в шоке был да вот при этом сама ко мне пришла с вопросами с проблемами с окружающими там пытался эти со мной поговорить и вот такие вопросы от меня услышать как что этом разные ролики неделю вроде смотрела там слушала я и audi много записывал потом стали созваниваться буквально недели все просто в блок меня отправляет без всякую я даже ничего плохого как я иногда могу быть кто знает таким альтимативным нет вот и более того я даже последнее сообщение большое записал такое нормальное объясняющее и ролик она просила меня публично записать по ее сообщению я так и сделал она даже смотреть не стал уже вот так вот так что это конечно все не неправильно да вот это вот какая то ли жадность то ли страх чё ими там руководит я не знаю да вот уж в мире веганство я не считаю себя последним человеком они сами говорят никогда не слушать как ну да да все правильно говоришь топч но в плане веганство и как и что может быть для христиан ты там кто чего говорит вот лучше не лучше и хорошо объясняешь но при этом сами недели как будто в их круге не могут быть религиозных людей христиан это я же объясняя со всех сторон ну ладно в общем вот такая вот мысль и да поэтому я все прекрасно понимаю да вот вчера посмотрел тот факт из жопы все хорошо показано все нутрянка и я не с неба свалился сам я занимался тоже всякими работами в жизни были у меня и коллективы я тут все вижу мне достаточно того что я посмотрел там часовой всего фильм я все и понял изнанка пресса понимаю что все там далеко не идеально не такой там дружный коллектив до у всех своих личных козьяков а уж через призму совершенно святость там вообще всем далеко до этого да вот ну а не знаете они кто приходит за какое-то добро видно что это люди хотя бы сейчас живут поистине они хотя бы честные это люди честность сам себе с собой пусть он сегодня заблуждается до для него достаточно там того что он делает там да но они видно что это люди искренние свободные далее там в этот коллектив бы точно так же не 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 вжился да но то что они там делают в плане там журналистики возьмите дождь да но это это лучшее кто сейчас есть вот их но новая газета все и сейчас закроет где вообще получать информацию их нет и поэтому я всячески их поддерживал до репостил вот это очень важно такие вещами до понять вот эти вещи то есть враг моего врага конечно это неправильная позиция да что вот он сейчас мой друг да это конечно я тогда я в том ролике об этом сказал да сказал мне там короткая вырезка была его сейчас еще раз говорю конечно это не значит что там есть невзоровым готов в десна как говорят целоваться да вот только потому что он там за что-то одно топит вот к нему у меня куча претензий так скажем как я это выражаюсь ну то есть много что ему надо себе изменить я бы ему про проект проповедовал безусловно без 3 при встрече вот но при этом надо понимать здесь есть вот эта линия разграничения иисус об этом и сказал заметьте он того он не сказал там ой ой давайте тогда на этого человека пусть с нами правда ходит да раз он такой еще именем моим изгоняет к нету сказал ну пусть он там творит добрые дела и хорошо не запрещайте ему более-то он сказал на борт не запрещайте даже поддерживать эта фраза звучала иисус она по-другому пониматься не может да кто не с вами тот за вас за вас то есть он за вас а вы знать за него да то есть все понятно ну и давайте о второй части вот иисус сказал как бы в этом прям прекрасное место и для сегодняшнего видео где он говорю наоборот сказала тех кто казалось бы по плоти с вами вот это день ваша рука нога глаз язык потому что это близкие люди какие-то надо вот или наоборот пусть даже далеки ну неважно интернет нас кажется расстояние далеко но мы по сути может быть очень быть близко это и личные люди или вот даже какой-то проповедник человек еще кто-то если он сегодня вдруг стал нести дичь какую-то жуткую написано иисус именно об этом и говорил по сути как хотите там рука это деятельность может даже вам человек помогал или вы ему помогали да там проповеднику политику так топящему там кацу может не знаю кому нибудь такого да вот отсеките сегодня если он там вообще в дичь пошел до глаз вы там смотрите уберите этот себя не то что себе глаз это же иисус такие образы очень яркие приводит хорошо было понятно вплоть до вырви глаз да то есть вообще забудь об этом не смотри это ухо хотите любой образ не слушайте это язык то есть сами не говорите наоборот не слушайте его речи вот и все вы знаете я вот мне когда скидывают что-нибудь там с пропаганды если взять политику к ней больше слова применимо если мне скидывают что анти веганская там анти свободы во христе то есть все эти религиозные бредники попов там какие-нибудь проповеди я сейчас я вообще ничего не смотрю уже несколько лет я почти вот ничего вообще не смотрю что-то светло как я говорю все что соответствует я конечно посматриваю вот в любой сфере да я вот недавно я даже в плейлист добавила веган во христе в какой-то там протестантской секте очень мелкой такой он мелкого пошива и так скажем да ну это не крупные это какая-то ответвление такое очень мелкая и там вот там веганство проповедует я удивился такой двухчасовой ролик все что я говорю все по писанию прямо ответка в один ролик все пасты стоит там вот за трибуны за своей но очень хороший понятно там че только не несут у них сайте я посмотрел все как обычно там там куча и конечно ждут уже со дня на день второго пришествия там куча косяков спасение по вере так далее но при этом спасение по вере пожалуйста вам проповедуется веганство прям по библии все и ветхие новые все эти моменты с петром там где ему являлось это до сновидение такое кто помнит и понимает о чем я говорю да да я с радостью этот ролик даже в плейлист в свой добавляю чтобы люди увидели мне неважно что они там еще и другой что-то услышит или потом у этой секты там что-то посмотрит он потом разберется где в других местах где ложь ну в этом то вот прям ролик хороший да причем когда я что-то пущу где-то вся стараюсь это если я там с какими-то вещами согласен или со многими но с чем-то нет или хочу просто какое-то предостережение или свой дать какой-то вот этот ну что-то сказать в общем и не просто так тоже репощу социальных сетях в телеге на ю тубе то есть я бывает как бы говорю или границы даю какие-то вот например у меня с этим нет проблем да но смотреть я вот тоже не могу вот вам глаз отсеки руку ногу я не могу смотреть пропаганду там политическую я не могу смотреть даже такие как путина там что-то какие-то чем сказал уже я смотрю это только уже как хотите в интерпретации до тех источников которым я доверяю я уж прекрасно понимаю что там шиза вообще наехала я даже это смотреть и слушать не могу там уже как говорится как ему знаете в папочках там путину все приносят кусочками до из видео фотографии смешно вообще вот но действительно доходит до того что я вот уже просто эту блевотину просто смотреть просто не можешь зачем тебе я удивляюсь вот на каналах у кого там на крупных у таких как дождь или мелкий там телек телеграм-каналах есть такое направление как там фейк-ньюс разоблачали пропаганды знаете сид человек вот сутками смотрят вот эту блевотину там да на всех федеральных каналах в современном мире они реально все отвратительные там ложь там дьявол прям выседает на них ибо не лжецы угут и своего отца дьявола дети лжеца и отца лжи и я прям я прям сочувствую этим людям я не знаю какую надо иметь психику и голову что все это отвратительную гады это патенте это еда хлеб духовный все знают такое понятие да вот и как тоже мудрость всех времен чем ты там питаешься то ты есть что в плане тела что в плане души вы знаете как вот это говнище можно просто смотреть и слушать сутками тем более цветовая твоя работа просто можно сбрендить от этого я видел как они многие признавались и бросают это это невозможно вот человек светлый с этим соприкасаться вот иисус об этом же говорил и это из того же сам понятия есть такая игры и древняя мудрость вот иисус ее сказал вообще любой человек понимает ты никогда не спасешь сумасшедшего если сам станешь психом это очень важно понимать там ты никогда умного не научишь умой со сам дураком станешь да ты никогда не спасешь труп ожора если рядом с ним сядешь и будешь труп ожором да и говорит что все хорошо но я веган да но с тобой буду там так нет ставка кон ты стал скаты стал тьмою иисус прямо сказал если соль потеряет силу свою соленость чем сделаешь ее соленую и как ты вокруг все тогда засолишь это очень важно вот это понятие да то здесь есть очень такая простая грань да все это очень вот ну для меня легко я вам пытаюсь это тоже показать рассказать примером показать действительно что является для вас полным исчадием ада вообще это уже надо отодвигать там просто это всегда был образ еще ветхом завете в библии есть такое понятие как богооставленность когда бог оставляет якобы там народ или человека оставляет он только для того что когда уже все средства воспитания заканчиваются отеческие родительские да вот то единственный метод чтобы человек познал зло который он сам творит шумов это зло сам вляпался уже нету другого варианта только у танца оставить этих волков самих с собой чтобы они друг другу сожрали другого варианта нет и вот когда вы уже видите что там такой случае вы от этого сами отодвинетесь иначе вы достанет такими же как они это очень важно вот это вот все понимать ничего тут сложного нет это яру касается и людей и тех самых источников информации жизни вашей еды как хотите да вот то есть тут все очень просто на самом деле поэтому таких людей неважно это ваши там рот и и и еще знаете вот это все ягры это касается всех евро и родственников и друзей и знакомых там наших близких если ты если ты становишь такими же как они общение с ними тебя приводит к такой жизни до тебе надо отодвинуть потому что ты творишь зло если творишь зло со злодеями ты злодей каким бы ты себя хорошим не называл но ты оправдываешь себя да я там вегану с родственниками там тру пятенку подкушу готовлю и может быть да ты такой же как они более того тысяч хуже и именно поэтому иисус и говорит этот образ что лучше тебе одному войти в небесное царство до чем вместе с ними воду оказаться якобы из любви к ним ты вот таким же стал да все это пощаешь одобряешь не противишься этому да ну может и сам так живешь там в тайной клете сердце своего как говорят в тайной комнатке ну а с ними живешь как они такой же как они ну говорит иисус прямо что вы будете там же вместе это вот все очень важно понимать да вот поэтому даже с теми вот как я говорю с которыми я так скажем за истину топлю это не говорит что я с ними рукопожатные и я их так скажем в своей голове своем сердце своем мировоззрении не отодвинул все остальные бред не как раз просто я способен на это да вот это эти люди были далеко не кончены более того многие из них вот я рюс индеева до прошла жизнь хотя она вроде тоже там как была обычная девчонка из обычной там бедной семьяна кстати недалеко от меня тут родилась тамбовской области город тамбов не тоже хорошо знакомый я был мне несколько раз вот обычно нищенской такая же у нас область там с городами в какой-то вообще как пробилась там да на телевидение денежки стала зарабатывать слава в москву переехала нашла себе принца так называемого да все это через деньги через сеть тусовки но первых она с годами вот вот я хотел я в прошлом роли кто знает я записал путин капутлер капут или как я его назвал вчера вышел там вот я там хотел может быть даже пример привести я там поправил показал как бы попросил посмотреть на путь на путь путина до на его жизни куда она его то есть он явно вниз катится и а точнее уже летит просто этого обрыва и посмотрите игры просто на них видно всех этих людей кто бы они ни были вы знаете видно все равно развитие какое-то осознание вот этих жизней всех этих моментов все это видно тем более когда ты сможешь такой фильм понятно вся ее жизнь показана как она еще вчера там на porsche катается мы видим к не до нынешнюю жизнь как она на велосипеде катается это все мы же видим что человек в лучшую сторону идет вот и тебя не может это не радовать и несмотря на то что ты с ней также будешь не рукопожатной да в плане там прям уже знаете в десна долбиться когда при встрече вот но сегодня вот прям я вам не зря этот кто христиане меня все таки слушают как-то себя христианство относящие но может кому-то просто хотя быть не противно меня многие знают что все цитирую и слушают все равно разные меня сейчас люди есть в окружении да то вот такой случай мы же видим прямо как этому отнесся иисус вот я к этому точно так же просто отношусь и вам всем естественно стоятельно на своем примере и словам рекомендую потому что тогда мы вы знаете этот мир хотя бы тогда в ад не скатится вот иисус как бы об этом сказал не не запрещайте себе себе на горло не наступайте мы хоть как-то этот мир да они там это за это добро топит за это да пожалуйста обличи его за другие да я там конечно не пытаюсь там кацу ходорковскому чичварки написать про веганство в комментарии таких вообще никакого вещей не делают это что там тысячи комментариев вы думаете о них читают нет конечно что-то можно написать чем же понять вот но вот именно в этом личке я именно так поступаю кто мне там приходит да я сразу пытаюсь человеку а совершая об истине за свидетельство всей ее полноте то есть на своем уровне куда у меня руки дотягиваться кто ко мне приходит то есть я на своем уровне стараюсь делать вот то что могу делать это стараюсь не делать бесполезных движений на это это тоже вот поэтому это не никак не обличает самого в сердце когда я сам себя сужу рассуждаю о себе да я где могу да я там свидетельствую вот такое вот видео я хотел поговорить тоже чтобы все это тоже понимали разграничивали да и понимали что все что у михалкова в 12 есть такой случай весь шоам рассказать не буду кто смотрел тот вспомнит когда он там я за добро я за добро в такой истории играет такого немножко простецкого немножко дедушку чересчур простецкого ноготь хорошему надо помогать а плохое надо убирать да вот это тоже там конечно если это принципе верный смотришь она так чудаковато там подано со всем случаем и играет актер такого чудного старичка вот но мысль очень правильная очень так и есть поэтому везде где свет добро пусть даже так скажем злодеем вы знаете если вы мне скажете а вот путин что совсем добра не делать и знаете человек доходит до такой нормы да можно прикрыть там каким-то добродетелем чуть ли не что он там по 10 тысяч кому-то раздает это уже все это план копейди на вы посмотрите на злодеяние который творит человек вы знаете достаточно того что его это просто еще его руки те же самые менты которые дубасит детей реальных детей безоружных на всех тех митингов никакие твои там 10 тысяч причем не твоя народные деньги там якобы розданные вот он лично не творит так скажем а вот это вот все да это как раз его руками делается вот это очень важно понимать вот человек переходит эту планку я говорю ему еще 20 лет назад нечего было предъявить там 15 лет назад но такого вот такого вот уровня да и человек переходит эту планку действительно вот и поэтому все это очень важно понимать это очень все легко понять и вот так вот жить на поддерживать все это да ты может быть с чем-то не согласен со многими даже вещами конкретно если этот ролик посмотрел тебя устраивает там возьми поставь лайк поделись вот таких вещах да когда ты выходишь там на митинг понятно там настолько разнообразные люди это не факт что ты с ним уши целоваться обниматься готов даже к себе в дом пустить но сегодня идет речь об одной конкретной вещи вы за ней вместе топите ну что ж уж будьте в этом плане в мире между собой да так что вот так вот вот такой вот ролик а любви к врагам о любви к врагу моего врага якобы он не двух нет конечно мы все должны это очень важно понимать в жизни о совершенстве об идеализме о святости каждый человек должен стремиться к этому сам но естественно проповедовать после того как сам достигаешь окружающим но не ты должен проповедовать и да и и когда ты достигаешь только на всем пути это понятно не надо ждать пока ты совершать ты добрался ты сегодня на чем стоишь вот как они делают это добро и не 7 мир чуть-чуть достиг в том и живи как апостол павел говорил то все очень важно ладно на это у меня все не буду больше ваше время занимать надеюсь это видео было вам полезно лепите лайки делитесь роликами сегодня меня все до до встречи в следующих видео пока пока а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok